Кто был прототипом Родиона Раскольникова в преступлении и наказании Достоевского и почему Раскольникова называют первым героем-идеологом? Рассказываем на портале Культура РФ. Конкретного прототипа у Раскольникова нет. Удивительно другое. Во время выхода романа «Преступление и наказание» в 1866 году было совершено преступление, похожее на преступление Раскольникова. То есть сам герой в какой-то степени стал прототипом. Образ Раскольникова был создан исключительно путем воображения. В отличие от, например, многих героев-бесов, в которых и Петрашевец Николай Спешнев стал прототипом Ставрогина и нигилист Сергей Нечаев прототипом Верховенского и даже на Ивана Тургенева пародия была. А в «Преступление и наказание», например, в Катерине Ивановне, Федор Достоевский воплотил черты своей первой жены Марии Дмитриевны. В случае с Раскольниковым, скорее всего, можно говорить о явлении идеологического прототипа. Раскольников несет наполеоновскую идею индивидуализма, идею, что все позволено, что он право имеет, а остальные – тварь дрожащая. И Достоевский своим романом эту идею разоблачает. Недаром говорили, что Наполеон понес два поражения в России. Первый он получил в 1812 году, а второе – от Льва Толстого и Федора Достоевского «В войне и мире и преступлении и наказании». Сам же Раскольников был совершенно новым образом в русской литературе. После Катерги Достоевский издавал журналы, вращался в среде студенчества и, вероятнее всего, воплотил в Раскольникове какие-то обобщенные черты поколения – максимализм, стремление дойти до самой сути – попытку умственного штурма. Раскольников стал первым в российской литературе героем-идеологом, если не считать Тургеневского-Базарова. Раскольников не просто преступник, а человек, совершающий преступления из теоретического расчета. Сперва герой в своей статье обосновал право на убийство, а уже потом предпринял действие. Можно сказать, что роман во многом предвосхитил коллизию XX века. Слово «в начале» и обоснование теоретического преступления – все это наглядно воплотилось, например, в фашизме. А прообразом такого типа преступника в литературе стал как раз Родион Раскольников. Кто был прототипом Родиона Раскольникова в преступлении и наказании Достоевского?